Для кинорежиссёра Светланы Дружининой 18-й век – любимая эпоха в русской истории. Благодаря её циклу «Тайны дворцовых переворотов» и миллионы зрителей увлеклись этим временем, полным приключений, интриг, авантюр. Эти фильмы Дружининой могут заменить скучноватые учебники истории, или уж по крайней мере могут заставить публику с интересом взглянуть на наше прошлое. Сегодня в столичном доме кино прошла премьера восьмого фильма кинопроекта Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов» – «Охота на принцессу». Перед показом охота была на саму Дружинину найти, подарить цветы, поздравить и с днём рождения, и с премьерой. Когда наконец-то появилась на сцене, аплодировали так сильно и долго, что муж оператор Анатолий Мукасей заволновался, а успеет ли вообще сам фильм посмотреть, над которым с женой режиссёром они, бывает, и спорили. На площадке тихо, в уголочке решаем все вопросы, а дома у нас просто идёт война. По этому поводу. Но это хорошо, это продлевает жизнь тоже. Разгадывать тайны дворцовых переворотов Светлана Дружинина начала ещё в 94-м. Один из самых интересных периодов русской истории – 18-й век. Время, когда на российский престол одна за другой вступали женщины, к этому не готовые. Бездетная Анна Иоанна своим подданным зачитывает уникальный манифест. Наследником должен стать ещё не существующий ребёнок. Единственный беспрецедентный случай в истории, в мировой истории, чтобы можно было завещать трон тому, кого понесёт принцесса после совершеннолетия. Вот можете себе представить такое чудо. По этому поводу потом шутил Пушкин. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушка, а неведома зверушку. Вот это, так сказать, не в чистом виде, а несколько парадоксальный такой невероятный был образ. Какую охоту устроит на эту принцессу? Сколько у неё появится женихов, когда на кону и правда, всё российское государство. Вот Берон в его роли по-прежнему, Александр Лазарев-младший, уже плетёт свои козни. Эй, взяла? Любая лошадь. В общем, ты. Что? Сыцканюх. Сына Берона играет сын Александра Домогарова. На съёмочной площадке вместе были впервые. Оба на экране будут биться за сердце юной принцессы. Оба перед премьерой о своих ролях ни слова. Пока младший от камер скрывается, старший всё же признаётся, что значит для актёра такой исторический фильм. Снимать в Петродворце, это уже погружение в эпоху, да? Ходить по тем паркетам, по которым ходили наши цари, и сидеть за теми столами, где сидели они, это уже погружение в эпоху, да? И надо отдать должность Светлане Сергеевне, которая добилась съёмки вот в этих местах, где снимать вообще запрещено. Ходить запрещено. Племянница императрицы принцесса Анна Леопольдовна во взрослую жизнь вступает, как и положено. Проходит обычай, который завёл сам Пётр Первый. В день совершеннолетия своей дочери Елизаветы подрезал крылышки костюма. Сыгравшая принцессу Снежана Полежаева в кино дебютантка, теперь и на лошади может верхом, и со шпагой знает, как обращаться. И за кадром с королевской осанкой. Когда после съёмок вернулась в Москву, одно из первых таких моментов неуютных получилось, то, что отвыкла от всех этих юбок, и всё время как-то казалось, что чего-то не хватает. Когда примеряешься на дверь и на лестнице, думаешь, так, сейчас боком или прямо пройду. Вот, поэтому, да, сразу заметно, что в то время мода обязывала и архитектуру в том числе. Полторы тысячи исторических костюмов, масштабные сцены, галантный и полный интриг и козний век, когда за шелестом парчи и хрустом кринолина решались вопросы, определившие судьбу страны. Жанар Тамонова, Алексей Бычков, Новости культуры.